Лидер и самообучение 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 Это книги. Это книги, это журналы, это статьи, это интернет. Сюда же можно отнести и аудиокниги. Это первый источник. Второй источник, где мы можем черпать знания, информацию, это общение. Когда ты общаешься с коллегами по цеху, когда ты общаешься с более мудрыми, когда ты общаешься с наставником, когда ты общаешься с интересным человеком, то ты тоже черпаешь и информацию, и знания, которые потом ты можешь применить при принятии решений. Поэтому это общение. И третий источник, это размышления. Когда мы с вами размышляем, то вспомните, получаем инсайт. Приходят интересные мысли, которые мы транслируем в решения, а потом и в действия. Поэтому, да, генеральный директор, лидер должен использовать три этих ресурса для того, чтобы обладать достаточным объемом знаний, достаточным объемом информации. Для чего? Ну, во-первых, чтобы развивать свой талант, свои сильные стороны. И, в принципе, он и должен черпать эти знания из этих источников для развития своего таланта, для своих сильных сторон. Потому что, когда человек знает свою сильную сторону, тогда он этим и занимается. Он этого получает удовольствие. Он это делает лучше всего. И вот здесь очень важно дополнительное знание, информация, которая поможет еще быстрым шагом развивать свои сильные стороны. Это очень важно. Далее, когда человек приобретает знания, информацию в других областях, смежных, это тоже хорошо. Почему? Потому что, да, первая заповедь должен развивать свои таланты, свои навыки. Это очень важно. Но, с другой стороны, лидер – это личность. Он должен обладать объемом информации и объемом знаний и в смежных профессиях. И вообще быть личностью разносторонней. Поэтому, кроме книг по менеджменту, нужно, конечно, читать и классику, и другую различную литературу, которая развивает тебя как личность. Когда, коллеги, я в Сан-Франциско в 2010 году услышал о том, что как наши менеджеры, вернее, как наши коллеги-менеджеры-американцы занимаются самообразованием, я приехал в компанию и также установил книжный КПАИ. Перед вами стоит человек, который первый в стране в России установил книжный КПАИ. Да, у нас были показатели. Минимум 12, минимум 18, минимум 24 и минимум 30 книг – это для директоров. Считаю, что генеральный директор в России сейчас должен читать минимум 60 книг. Это одна книга в неделю всего лишь. Вы спросите, а где же брать время? Отвечу, не смотрите телевизор. Раз. Стоите в пробках, используйте аудиокниги. Это тоже источник информации. Два. Ну, извините за такую банальность, но социологи посчитали, что в среднем человек за всю жизнь в туалете проводит 4 года жизни. Поэтому даже и в туалете можно получать знания. Даже специальную литературу стали выпускать для тех людей, которые в туалете занимаются самообразованием. Дальше. В различных местах, когда вы что-то ожидаете, можно читать и нужно читать. Условно говоря, у меня есть правило. Я читаю 3 раза в день. Первый раз, когда я просыпаюсь и выделяю сразу 30-40-50 минут на то, чтобы читать. Я называю это «золотой час». Здесь твои сознания и подсознания чистенькие. И вот здесь ты впитываешь эти знания, которые ты черпаешь из книг. Второй раз. Я стараюсь в течение дня выкроить 20-30 минут для того, чтобы прочесть что-то, что меня интересует. На рабочем месте. В кабинете. На работе. И третий подход. Это так называемый платиновый час. За час до сна. Знаете, это работает. Поэтому, если вы сейчас не можете найти время, начните хотя бы читать по страничке каждый день. Утром и вечером. Потом сделайте по две странички. Потом по три странички. Немножко увеличивайте. Далее. Хорошая форма. Когда в компании есть библиотека, где можно сотруднику взять книгу и почитать. Есть еще такая интересная формула. Мне рассказывает один очень успешный предприниматель. 15 топов. Читают одну книгу в месяц. Потом об этой книге приходят 2-3 часа. Проводят встречу. Едят сухофрукты. У них такой стиль. И каждый рассказывает о том, какую книгу он прочел, что интересно и что он будет внедрять. Если кого-то заинтересовала эта книга, они берут у коллеги и читают. Если кто-то из коллег заинтересовался его книгой, которую он прочел в течение месяца, он свою книгу дает. Мне кажется, это очень хорошая форма. Поэтому, друзья, стиль руководителя заключается в том, чтобы находить время для самообразования. Это очень важно. Потому что информация сейчас настолько быстро меняется. Недавно я прочел факт, что сейчас за один день в мире накапливается столько информации, сколько накопилось информации за все существование человечества до 2003 года. Вдумайтесь, это один день. Поэтому, да, здесь нужно находить те правильные книги, те правильные статьи, тех правильных собеседников. Ну и, конечно, думать о том, как выполнять свои исторические цели и развивать свой талант, тем самым размышлять именно на эту тему. Вот тогда получается с энергии, и ты движешься быстрее и показываешь пример своим коллегам. А вы знаете из практики, когда ты растешь через самообразование, то и начинают за тобой и коллеги тянуться. Потому что, вы знаете, закон подобное притягивает подобное. Поэтому, друзья, надо читать, надо общаться, надо размышлять, надо заниматься самообразованием. Кто умеет учиться, умеет все. А сейчас более важно переучиваться. А сейчас более важно еще и доучиваться. Почему? Потому что знания, 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 знания убыстряются, убыстряются. И здесь, конечно, генеральный директор должен быть пылесос. Он должен пылесосить все новое. Новые знания, новые подходы для того, чтобы внедрять в свою компанию. С одной целью. Для достижения операционных планов и, самое главное, для достижения стратегических планов, которые должен иметь каждый лидер. Коллеги, еще один маленький момент. Зачастую спрашивают, какие же книги читать. Могу порекомендовать. Это моя точка зрения. Но в первую очередь, это Питер Друкер. Это отец менеджмента, гуру менеджмента. 34 книги. И нужно покупать любую, читать. Это Питер Друкера. Второе. Что я рекомендую? На мой взгляд, очень сильный теоретик и писатель. Маркус Бакингем. Маркус Бакингем. У него есть три книги. Нарушьте все правила. Раз. К черту недостатки. Два. И вот самая важная, самая ценная, на мой взгляд, книга. Допейся максимума. Чем она хороша? Здесь Маркус Бакингем описывает 35 образа таланта. Советует каждому, кто прочел эту книгу, выбрать пять своих сильных сторон и сконцентрировать свое саморазвитие и развитие именно на этих сильных сторонах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова